Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. Ну что же, так, давай-ка посмотрим, кто это у нас тут. Ах, тренировочка завершена, и он получает у нас 12 уровень. Ну, естественно, это у нас Матео Галлан. Так, поехали дальше, заберем деньги. Заберем конверты. Так, секунду, мы еще что-то можем с вами забрать. Ага. Нормуль. Так, ежедневку мы с вами сделали, естественно, сейчас будем с вами все это дело забирать. И, кстати, у нас должно сегодня быть очень много задач. Давайте-ка посмотрим мы их. И некоторые нужно сделать. Оу, забираем, конечно же. Ребята, вот ежедневные задания я вам всем рекомендую делать. Дает неплохой прирост, ну, к скорости развития вашей базы, ну, и, соответственно, деньги, плюс конвертики, в общем, все, что нужно. Так, забираем здесь тоже поставщик. Так, ежедневная подборка. Я разве не делал? Вроде бы делал. Блиц-задание нужно сделать еще три штуки. Завершите задание поиск добычи и поиск наследия. Елки-палки. Ну что, начнем, наверное, завершить стандартные два задания. Поехали. Мы это делаем как? На Блиц, ребята. Почему на Блиц? Мы сразу делаем таким макаром два задания. Так, поехали. Здесь у нас разыгрываются кодексы. Ну, они тоже, ребята, нам нужны. Вы сами прекрасно знаете, что мы постоянно тренируемся. И нам нужны воины прокачанные. Так, здесь берем Беатрис и, пожалуй, так, секунду. Секунду, я что-то не понял. Блин, низкая мощь, низкая мощь. Слушайте, я думаю, не сыграет никакой особой роли, если я вот так вот выберу. Ага, фигушки там, ребята. Не получается у меня. Ладно, мы сделаем тогда немножко по-другому. Мы возьмем уровень поменьше. Вот этот, предположим. Здесь должно у нас все прокатить. Именно на Блиц нужно. Так, выбираем вот этих вот двух Гавриков и Беатрис в придачу. Делаем Блиц. Так, нам нужно сделать с вами три Блиц и два обычных задания. Давай сразу следующее запустим. Так, нам нужно вот так. И вот так вот делаем. То есть это уже второй раз подслушивание. Замечательно. Так, ежедневное задание выполнено. Но это только одно. Нам еще нужно, ребят. Так, слушай, где у меня что? Все... А нет, вот они, вот они родные. И вот так, пожалуй, да? Да. Делаем Блиц. Все. Мы сразу сделали с вами два задания. Вот сейчас второе. Пойдемте с вами заберем, как говорится, всю нашу начинку. Весь наш ревард. Так, хорошо. И естественно, ребят, когда мы с вами выполняем вот эти вот задания все, нам дают вот это вот, самое последнее, верхнее. 1000 экспы, 30 осколков, тут, короче, кубы и так далее. Купите что-нибудь из ежедневной подборки. Ну, давай посмотрим, что вы там нам предлагаете. Сегодня, наверное, ребята, мы с вами посмотрим наших новых персонажей, которые у меня появились. Которые не вошли в предыдущие серии, потому что я нечаянно их удалил. Так, кодекс обучения. Покупаем. Брезки кожи. 20 штук, конечно, покупаем. Ёлки-палки, о чем вопрос? Так, секунду, подожди, мне не надо. С надо бие, с надо бие. Нет, вот это я не буду брать. И это тоже. Так же, как и Максима Бороса, осколки мне, наверное, не нужны. Хотя, ребята, нет, не буду брать. Не хочу, не буду. И не уговаривайте. Так, что у нас по материалам? Ничегошеньки. Ясно. Но главное, что мы с вами задание-то выполнили, поэтому давайте, ребят, забирать. Значит, у нас еще здесь поиск добычи. Два раза нужно его выполнить. Слушайте, кстати, скоро 15 уровень, мы, наверное, с вами можем получить. Давай-ка вот это вот выберем. Получится на Блиц пробежать или нет? Ха, не получается. Ладно, мы сделаем немножечко по-другому с вами. Так, лечим. Сколько там нужно? Ага, два ассасина. Понятно. Так, давай тогда Агилара тоже вылечим. Так, хорошо. И еще нужен нам один, ребята, ассасин. Но вообще-то он не один, там их нужно много. Вот так вот. Все. Так, выбираем задание. Раз, два, три. Блиц, поехали. Так, ну энергии у нас хватает, так что зашибись. Все. И еще один сразу же Блиц делаем. На горяченьку. Блин, не хватает, ребята. Не хватает. Придется кого-то еще долечивать. Опс. Так, и тебя до кучи. Ну, погнали. Еще один Блиц. Нам нужно было два задания сделать. Да, два. Мы с вами их и выполнили. Давай заберем сразу Ревард. Так, где он у нас? Секунду. Меня что, обманули? Так, завершите... Завершите поиск добычи. Погоди, так я же вроде бы делал только что. В чем проблема? Где подвох, а? Вы что-то здесь, по-моему, обманываете меня. Так, ладно, давай еще разок. Так, вылечили. Нам нужно здесь основных, ребята, ассасинов сразу вылечить. И уже можно будет смело. Так, раз, два. Да, две ходки нужно делать. Да, две ходочки, поэтому... Раз, два, три. Блин, можно было бы, конечно, на ускорении все это дело пробежаться. Но вы устанете, ребята, за этим делом наблюдать. Так, блиц. Только не надо говорить, что... Опять что-то там я не доделал. Все у нас хорошо. Но задание, тем не менее, не выполнено. Хм. Да ладно, я вас всех вылечил, а вы опять мне тут... Встаете в позу. Что за ерунда? Эй, завязывайте давайте. Последнюю, ребята, бутылочку трачу. И вот здесь вот. Последнюю потрачу. Все. Так, делаем это задание, в конце концов. Поехали. Так, ну что же. Десять руды, пять ниток. Это очень хорошо. Слушай, что-то тут не то. Ребята, они меня почему-то не засчитывают. А в чем проблема? Ой, а здесь что получилось? Смотрите. События. Опять что-то у нас тут... А, события. Ну, хорошо. Я не против. Сколько нужно еще? Используйте не менее двадцати пяти эликсиров. Я только десять использовал. Блин, пятьдесят пять. Где же я вам столько эликсиров-то достану? Вы что, издеваетесь надо мной, а? Серьезно? Так, давай-ка в задачи. Смотри, что-то они не дают, ребят. Они даже не засчитывают меня. Почему? В чем проблема? Я же все правильно делаю. Может быть, не надо Блиц сделать? Завершите задание поиск наследия. Ну, давайте сделаем, короче, поиск наследия. Раз они на этом настаивают. Я возьму, пожалуй, знаете, какой-нибудь самый легкий уровень. Вот этот вот. И пойду уже своими силами. Но драться не буду, ребята. Сделаю, наверное, это все дело на ускорении. И заодно посмотрю, будет ли оно срабатывать или же нет. Сейчас, секундочку. Надо действительно все это делать на ускорении. Потому что мне, в первую очередь, эти задания необходимо сделать как можно быстрее. Так, поехали на авто. Посмотрим, как они тут у нас справятся, не справятся. Да, по идее, должны. Первая помощь. Это делает у нас Беатрис. Нет, это делает Констанца. У нее только первая помощь. У Беатрис нет ничего такого. Ну. Молодец. Красава. Открывай, открывай. Молодец. Помнится, Агилар. Вскрыл. По идее, эти уровни коротенькие. Потому что они идут чисто для добычи. Да, в принципе, вот и все, ребята. Это пройдено. Нет. Я думал, что пройдено. Ну, Агилар-то здесь, наверное, пройдет спокойно. Без проблем. Малорик. Все по красоте. Ну, вскрывай. Вот теперь, по-моему, точно все, ребята. Этот уровень у нас пройден, да? Задание завершено. На три звезды. И я, ребят, посмотрю, засчиталось оно или нет. Продолжить, конечно же. Так, три ДНК еще получили с вами. Это хорошо. Это все очень замечательно. Так, ну давай, прогружайся быстрее, пожалуйста. Так, поиск наследие. И нам нужно посмотреть обязательно, ребята, засчитали или нет. Если нет, то опять какой-нибудь баг игровой. Ох ты, смотрите, вот сейчас... Что-то как-то, извините меня, прогружается он очень долго. Вот, видите, оно завершено. Забираем. И вот осталось поиск наследия, ребята, сделать. И мы с вами заберем самый крупный куш. Поехали. Еще одно задание нам нужно выполнить. И, скорее всего, мы с вами получим 15 уровень нашего легиона. То есть, нашего штаба. И это будет замечательно. Кого бы нам с вами разыграть? По идее, Хорхе хотелось бы. Мне он нужен для фарма. Давай попытаемся. Также, ребятушки, я, наверное, пробегусь на ускорение. Я надеюсь, вы не против этого дела. Все равно, это у нас левые задания. Это не основная миссия. В основной миссии, конечно, я бы такого не стал делать. Мы бы там сами бы рулили. Вырабатывали бы какую-то определенную тактику, стратегию. Ну, а здесь, извините, это просто у нас фарм. Так что, ничего тут заурядного нет. Эту, естественно, ставим сразу на автобой. Может быть, если, ребята, вам это не надо, я могу вырезать. Вы, главное, пишите мне в комментариях. Или оставлять все как есть. Всю подноготную, как я играю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, здесь бы хорошо бы сыграла Беатрис. Согласись, она сразу бы двоих положила бы. Ну, а Констанца, она, естественно, тут немножко хандрит. Ну, хотя хандрит, это мягко сказано. Точнее, даже не в ее сторону должно было сказано. Так, давай. Да добивай ты ее. Отлично. Воу-воу-воу. Ха-ха. Просто со спины из-под тяжка. Е, с удара ложат. Ёпорсты. О чем тут может быть разговор? Так, забирайся. Молодец. Вот тут вот нужен был Агилар. Со спины бы он быстренько его накумаривал, вы согласитесь. Но главное, что мы прошли это задание. Мы все задания выполнили. Соответственно, забираем с вами самый вкусный куш. Так, задание завершено. Но это очень нравится мне. Так, Алонса, 3 ДНК получили. Кстати, надо будет, у нас же вроде бы есть кодексы, да? На обучение-то надо кого-то ставить. Че мы так с вами просто время зря тратим? Ну вот, видите, ежедневное задание завершено. Получим? Слушайте, должны получить. Я думаю, что у нас сейчас все как раз и получится. Ну-ка, поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть. А, нет, вот, смотрите. Поздравляю нас, ребята. На ваших глазах мы получаем 15 уровень. И у нас открывается зал церемоний второго уровня. И расширение для жилой комнаты. Запомнили? Зал церемоний и жилая комната. Давайте быстренько с вами перейдем туда и все это улучшим, соответственно. Так, жилая комната. Получается, второй уровень она, да, сейчас будет иметь. И также церемония. А церемония это где мы посвящаем наших ассасинов в ранге. Так, ну-ка давай, вот, улучшить. Так, и что у нас получается? Время улучшения уменьшено на 12,5%. Ну что же, это неплохо, 6 тысяч. Это все дело стоит и 2500 древесины. Ну, слава богу, у меня этого всего хватает. Даже в избытке, я бы так сказал бы. Ой, погодите, а мы же вроде бы можем или нет? Сейчас посмотрим. Так, мы с вами... Что-то не могу понять, можем кого-то улучшить или нет? Нет, конечно же нет. Пока еще никто у нас не достиг, так скажем, таких высот. Хотелось бы, да? Хорошо, давайте попробуем кого-то отправить в тренировку. Я знаю, что мне нужно Беатрис. Получить ей 15 уровень в обязательном порядке, потому что без нее я никак, ребят, не справлюсь. Она очень крута. Вы это сами видели в предыдущей серии. Тренировка. Пускай тренируется, получает себе 15 левел. Также нам нужно еще с вами... Знаете, кого поставить на тренировку? Терезу. Вы тоже видели, как она хороша, как она своим вот этим вот подлым трюком ослепляет врагов, которые мажут. Не зря мы с вами последнего босса хитростью смогли забомбить. Другой бы никто не справился вместо нее. Так, пускай тренируется. Отлично. И переходим к ассасинам. А тут у нас, ребята, Луис, которого нужно нанять. Я специально ждал серию. Вообще-то, вот в тех двух сериях, которых, к сожалению, не будет, я открывал трех героев. Это был у нас... Это была Тереза. Это, по-моему, Анхела, Луиза и, по-моему, Майя, да? Ну что же, можем, в принципе, сейчас с вами... Ну, начнем с Луиза, да? И почитаем, кто он такой и что он из себя вообще представляет. Как я понимаю, это, ребята, истинный ассасин. Потому что он с ножом. Так, юный вор. Тень. Понятно. Давай почитаем. У него, ребята, очень хорошо развита скрытность. Мы это видим. Перемещение и обезвреживание. То есть, ну, такой. Владеет искусством скрытости. Знаток в обезвреживании ловушек. И может взламывать замки на сундуках, что позволяет получать больше добычи. Это хорошо. Это то, что нам нужно, ребята. И смотрим его навыки. Вот активки пошли. Меч разбойника. Оглушение противников мощным ударом. Оглушенные враги не могут двигаться. Это, кстати, очень хорошо. Оглушает врага на 2 раунда. И на 6 раундов увеличивает шанс критического удара на 5%. Ну, это просто шикарно. Есть, ребята, резон его раскачивать. Только лишь вот ради оглушения. На 2 раунда. Вы извините меня. Если мы его оглушили, да, мы потом сможем 2 раза просто его чикать. Также я понимаю, как у Хамида у него есть навык взлома с замка. Он знаток. Это понятно. Обезвреживание, да? Угу. И скрытность. Да, он знаток по скрытности, поэтому позволяет ему незаметно пробираться мимо врагов. Отлично. А вот у него пассивочка. Что это за пассивка такая? Ловкий соперник. При сражении с несколькими соперниками ассасин сосредотачивается на уклонении от атак. Увеличивает шанс у ворота на 10% при сражении. Слушайте, ну, такой себе пассивка. 10% к уклонению это очень мало. Так, снаряжение. Он у нас носит нож. Да? Нож именно. Потом лёгкую броню. Ну, точнее, плащ. Я бы так это назвал. Ну, и аксессуары любые. На ваш вкус. Какие хотите. Так, погоди, погоди, погоди. Куда вы мне перемотали-то? Смотрим, ребята. По защите он не особо хорош. Но не забывайте, что он ещё и голый у нас. Пока нет на нём ни брони, ничего. Так, атака 30. Точность 95. Кстати, точность у него неплохая. Ладно, ребята. Давайте посмотрим, кто он. Его профиль, биографию. Луис Чика был молодым главарём небольшой банды мошенников в Испании эпохи Возрождения. Сироте, оказавшемуся на улицу Мадрида в раннем возрасте, пришлось стать вором, чтобы выжить. Его смелость и обаяние позволили ему собрать собственную шайку. Они назвали себя Цент-О-Джос или Сотня глаз. Вместе они грабили зажиточных торговцев, аристократов и даже инквизиторов. Но добром это не кончилось. Все друзья Луиса погибли при попытке ограбления виллы Тамплиера. Луис вступил в ряды ассасинов, чтобы отомстить Тамплиерам и решил впредь использовать свои умения только против них. Вот так вот, ребята. Это очень хорошо. Ну что же, в принципе, годный паренёк. Мы его в дальнейшем с вами, надеюсь, сможем увидеть, на что он способен. И теперь давайте почитаем, пожалуй, про нашу девочку, о которой вы, естественно, ничего, наверное, не знаете. Но сейчас узнаете. И это у нас... Где же она? Вот она. Тереза. Ну что же, как мы видим, звать её Тереза де Леаньё. Она у нас, ребятушки, прямой урон, урон по группе. Урон по группе она делает? Слушайте, я не знал. Ну и выносим все так себе. Ловкая воительница, которая замедляет противников и повышает их шанс промаха. Наносит большое количество урона своим противникам. Наносит урон сразу нескольким врагам. Слушайте, я, ребята, читал про неё. Но что-то я забыл, чтобы она наносила урон сразу нескольким врагам. Это очень хорошо. Ну что же, у неё, как вы знаете, ребята, активные навыки. Грязный приём, когда она слепляет врага и даёт нам шанс увернуться. Это неплохо. Плюс вот этот вот неистовый удар. Это нанести жестокий удар всем врагам в зоне поражения. С каждой атакой ассасин сражается яростнее. То есть наносит всем врагам 65% базового урона. После каждого использования увеличивает шанс крита удара на 5% до конца боя. Неплохо, да? И калека. Увечи, точнее. Увечи позволит снизить подвижность врага и заставит его страдать от боли. Наносит 50% урона от кровотечения в течение 10 раундов. И снижает скорость атаки противника на 20% на всё время действия. Шикарно. Особенно у кого мало инициативы, это вот эти вот тяжи. Она делает вот это увечи. И у них и так снициатива и фигу. Вот так они вообще... Мы сможем, наверное, по 3 раунда бить его, а он только 1 раз может ударить. Ну и пассивочка у неё это в меньшинстве. В сражении с несколькими врагами ассасин получает бонус к нападению. Вот так вот. Это мы с вами прочитали про Тереза де Леаньо. Но у неё есть, ребята, ещё биография. Давайте почитаем. Тереза де Леаньо, родившаяся в эпоху Возрождения, происходит из испанской семьи крестьян. Мечтая о яркой и интересной жизни, она переехала в город Дэния. И стала прислуживать в таверне, находившейся в порту. Естественно, туда постоянно заходили пираты, и Тереза старалась не пропустить ни одной увлекательной истории, которой они делились с другими посетителями. Однажды Тереза познакомилась с Родриго и Алонсо. И поделилась с ними своей мечтой служить на пиратском корабле. Те предложили девушке примкнуть к их команде. Смышлённая и ловкая Тереза быстро освоилась на новом поприще. Товарищи ценили её за храбрость, сноровку и умение драться на мечах. Когда Инквизиция отобрала у Родриго всё имущество, он тут же присоединился к братству, и Тереза последовала его примеру. У всех такая интересная судьба, да, складывается? В общем, нормуль, девочка такая хороша, она оказывается пиратка. Будем знать, что она пиратка. Отлично. Ну что же, давайте почитаем с вами ещё про кого-нибудь, кто у нас будет следующим. И я думаю, что это будет, наверное, Майя. Да. Майя у нас хороша в перемещении. Как ни странно, истинный мастер акробатики. Способна предугадывать боевые приёмы противника, что повышает её показатель атаки и шанса у ворота. Может обнаруживать комнату с целью задания. Так, а мы, по-моему, читали про неё уже, да, ребята? Дар предвидения позволяет с точностью предсказать движение противника. Может использоваться только один раз. Мгновенное действие. На 4 раунда увеличивает шанс критического удара на 55%, а шанс у ворота на 35%. Ого, на 4 раунда нехило, ребята. Шикарно. Так, ну, по снаряжению, ребята, у неё всё лайтово. Так, мастер акробатики. И у неё есть, смотрите, активный навык. Орлинное чутьё. Улучшенная форма орлиного зрения. Позволяет обнаруживать цель. И задание. Позволяет обнаруживать комнату или комнаты с целями заданий. То есть, где лежат сундуки или ещё что-то в этом роде, да? Плюс у неё есть пассивка. Первый удар в бою даёт бонус к обороне. То есть, не просто такая девочка, да? И у неё есть ещё умение, которое счетоводство. Этот ассасин может хранить больше монет в сокровищество благодаря своим познаниям в счетоводстве. То есть, из неё неплохая казначейка должна получиться. В принципе. Ну что ж, давайте почитаем, наверное, биографию. Кто она такая? Мавританка Майя Альдабаша жила в Марбелье эпохи Возрождения и зарабатывала на жизнь тем, что предсказывала будущее. Хитрости и изворотливости ей было не занимать. Переезжая из города в город, Майя оттачивала своё мастерство, а заодно собирала сведения, чтобы позже продавать их заинтересованным лицам. На Майю довольно сильно повлияли убеждения матери. Та относилась к братству с большим уважением и часто обсужала с дочерью основные принципы кредо. Майя познакомилась с Агиларом, когда тот спас семью мусульман, которых ради забавы решили убить испанские наёмники. Мы, по-моему, ребят с вами читали. Ну да ладно, уже дочитаю тогда. Она прониклась уважением к ассасину и её вера в принципы кредо ещё больше окрепла. Майя пожелала вступить в братство и Агилар позволил ей воплотить эту мечту. Да, ребят, я вспомнил, мы про неё читали, но, мало ли, может кто-то не видел, надеюсь, было полезно. Хорошо, это мы прочитали с вами про Майю. Также у нас вот новый герой, это Анхела, ну есть ещё и Луиза. Давайте посмотрим, кто такая Анхела у нас. Сразу видим, что это, ребята, Хил, это лекарь. У неё даже видно по статам лечение, плюс небольшая у неё поддержка и средненькое такое перемещение. То есть это полевой медик, который может исцелять весь отряд. Ребята, я повторю, весь отряд, не одного, а именно весь. Водушевляет членов отряда и наделяет их инициативой. Это тоже очень хорошо, потому что мы можем сразу бить первыми, соответственно, бить не один раз, а несколько, в общем, то, что нужно. Ловко перемещается по комнатам, хотя и не владеет акробатикой. Ну, я бы не сказал, у неё довольно такой неплохой показатель, да, перемещения. И смотрим, у неё уникальный навык даже есть. Так, давайте навыки глянем. Навык у неё коварство. Заставьте врага потерять бдительность и нанести неожиданный удар. Мгновенное действие. Наносит 60% базового урона и снижает показатели защиты и атаки на 14% на 10 раундов. Ну, процент, конечно, не очень большой, но то, что 10 раундов, это очень хорошо. Так, что у нас вот здесь вот. Полевой медик. Познание в медицине позволяет исцелить всю группу, восстанавливать 15% всем ассасинам. Ну, маловато, конечно, 15%. Вот если бы 40 или 50, вот это было бы хорошо. Но я думаю, что, конечно же, у неё этот навык будет расти и, соответственно, она будет хилять намного больше. И также у нас есть ещё готовность верных клятвий. Улучшает способность ассасина, позволяет использовать слабости врага и позволяет атаковать первым. Ну, инициативу, ребят, повышает одним словом. Также она у нас может быть... А, тут золотоискатель. Этот ассасин может быстрее добывать монеты благодаря деловой хватке на 10%, да? И вот это у неё замедление времени. При тяжёлом ранении ход времени замедляется, что позволяет быстрее реагировать на действия врага. При запасе здоровья ассасина ниже 25%, увеличивается шанс у ворота на 7%. Ну, шанс у ворота, конечно, маловато. Ну, да ладно. Теперь нам снаряжение. Ну, как мы видим, она, ребята, носит у нас лёгкую броню. В принципе, ничего удивительного. Так, а по профилю, по биографии давайте почитаем. Ангела Карилья была куртизанкой в известном севильском борделе Лорейна Сантеренция. Или улыбающаяся королева. Королева принадлежала... А мы, по-моему, тоже с вами это читали, да? Да-да-да. Я помню. Только Флоре Делакрус она уступала. Хорошо, тогда у нас, ребята... Просто я уже запутался, какие у нас новые, какие не новые. Ну, Луиза, это точно новый. Это точно. Сейчас я гляну, ребята, чтобы не лопухнуться на самом деле. Ага, вот смотрите. Луиза Гальега. Луиза Гальега уважаемая воровка из Испании. Она была сестрой Розы Гальега и самой младшей и тихой дочерью Лупа Гальега. Испанского короля мошенников и основателя известной гильдии воров Мадрида. С малых лет Луиза упорно изучала мастерство воровства и упражнялась в акробатике. В быстроте и ловкости ей не было равных. Она научилась преодолевать любые преграды, карабкаясь по любым стенам и незаметно перемещаться по крышам домов Мадрида. Не было такого места, до которого бы она не смогла добраться. Луиза и ее сестра Роза с радостью присоединились к ассасинам, когда их отец поклялся верности братству от имени гильдии воров. Ага, значит у нее еще и сестра есть. Сестра Роза. Слушайте, она наверное тоже здесь будет в игре присутствовать? Я думаю, что да. Ну и смотрим, ребята, как мы видим. Скрытность у нее офигенная. Перемещение тоже обалденное. И давайте глянем быстренько навыки. Ого. Так, быстрый удар, наносящий противнику урон и замедляющий его. Мгновенное действие. Это называется преграждающий удар. И мгновенно наносит 20% базового урона, шанс 30% замедлить противника на 50%. Считай в половину, ребят. Это вообще круто. Смотрим следующее. Усыпляющий яд. Седативное вещество, которое парализует противника, снижая его восприятие и реакцию. Снижает скорость атаки противника на 35% в течение 12 рандов. И наносит 30% урона от яда. Слушайте, так это круто. Хм. Плюс она, ребята, умеет взламывать замки. И плюс у нее еще скрытность. Знаток. Ого. Слушайте, я думаю, что, наверное, я займусь этой девочкой вплотную. Я буду ее прокачивать. Мне кажется, из нее получится такой довольно неплохой ассасинчик, убийца. Плюс который замедляет, отравляет. Плюс взламывать замки. В общем, какой-то клад для настоящего, как говорится, ассасина. Ну что же. Вроде бы, ребята, так вкратце почитали. Может быть, конечно, кого-то я здесь и пропустил. Вы уж не обессудьте, ребята. Просто не хочется читать про тех, которых мы уже с вами читали. Два раза уже обжегся. Так, ну что же. Что у нас тут по ассасинам? Все с восклицательным знаком. Видно, что-то мы можем надеть, да? Ну, давай посмотрим, что мы можем надеть здесь. Ага. На 603. Нифига повышается у нас, ребята. Это же круто. Да, лучше вот эту мы наденем. Качественный кожаный пояс. Потому что тут 603 сразу мощей становится. А тут всего лишь 588. Поэтому вы уж сами понимаете, да? Мы одеваем только лучше. Тем более, это у нас Беатрис. Которая машет мечом просто налево и направо, кромсая врагов. Хорошо. Так, давай посмотри... Так, подожди. Ты нам пока не нужен, парень. Давайте посмотрим, кто еще у нас. Смотрите-ка. У нас тут, может быть, одет... Тереза, а что у тебя? Что тебе нужно? А, меч у тебя, да? Меч. У нас есть двухзвездочный? Хм. У нас только вот здесь вот. Ну, мы можем вот этот пока на время поставить. Но мощь-то все равно не особо вырастет. Согласитесь. Хм. Так, ей нужно, ребята, на уворот. Вот так вот. Это пока это на первое время. Естественно, это все нужно будет, ребята, улучшать. Как говорится, развивать своих ассасинов. И, соответственно, улучшать. Чтобы они становились у нас сильнее. Так, по задачам у нас вроде бы все, да? Все выполнено. Единственное, что... Да, все абсолютно по достижениям. Так, что это такое? Наймите 20 ассасинов. Еще одного ассасина. И, ребята, мы получим определенный с вами реворд. Так, хорошо. Давайте тогда, наверное, мы сходим с вами на какое-нибудь легенькое такое задание, да? И посмотрим, что мы с вами сможем там сделать. Так, ну здесь нам делать нечего, как вы видите. Тут у нас все сделано. Задача... Нет, не задача, а задание. Если не ошибаюсь, у нас на основной сюжетке должно быть 550 мощи, да? Сейчас мы посмотрим. Штурм замка Садаба. Сколько, напомните, нам нужно? 550. Да, я был прав, ребят. И, по-моему, таких у меня пока нету. Хотя мы можем с вами глянуть. Так, вот сюда подходит у нас Беатрис. Агилар совсем немножечко ему не хватает. И, в принципе... Ну, Агилара мы можем с вами прокачать. Ему нужно поднять всего лишь... Всего лишь 3 или 4 уровня, ребята. И он достигнет своей цели. Беатрис уже готова. У нее 500... Ну, 603 даже мощи. Так, вот Константа тоже отстает. Но если ей поднять 3 уровня, она вполне подтянется. Так, ну-ка. Давайте-ка, ребята, кое-что сейчас с вами глянем. Нет, я, конечно, могу пойти на свой страх и риск на это задание. Можем проиграть. Но хотя бы посмотреть, что там происходит. Я думаю, что вы были бы не против. Как, в принципе, и я. Так, ну давай загрузочка быстрее. Не томи меня. Так, у нас все тренировки заняты, по-моему, да, ребят? Все тренировочные заняты. И тут, и там везде тренируются. Ладно, давайте сделаем с вами небольшую такую вылазку. Посмотрим, что там вообще происходит и какие враги нас будут ожидать. Это, как говорится, на будущее, когда мы уже с вами подраскачаемся, чтобы мы уже знали, чего нам здесь ожидать. Дневник Агилара, запись десятая. На последнем издыхании лейтенант Кадавид открыл страшную правду. Рамирес завладел первой частью посоха. Сейчас он скрывается в замке Садаба, где его охраняет капитан Орданьес. Он пробудет там до тех пор, пока они не смогут безопасно перевезти часть посоха в королевский монастырь святого Фомы. Замок Садаба – самое неприступное твердыня в Рагоне. Будет непросто. Нам уже, ребята, говорят, что будет непросто. Я верю. 550 мощей-то, елки-палки. Плюс тут, смотрите, нам нужны такие вот быстрые ассасины, да? Типа Констанца. А почему именно такие? Хм. Ну, я даже... Черт, я даже не знаю, ребят. Честно вам сказать, я не знаю. Беатриса... Так, Андреа. Так, Констанца, а давай посмотрим, что мы можем на тебя еще надеть, чтобы ты у нас стала покруче. Я думаю, почему-то, что ничего не можем. Она и так уже довольно качественно надета. Так, давай здесь посмотрим. Да, ребята, абсолютно никак. Единственное, что мы можем ей потом со временем прокачать только уровень. Угу, это будет как вариант. Ладно. Поехали. Будем пытаться. Я подтверждаю. Я надеюсь, нас впустят сюда. Да, нас впускают. Конечно, мы пять конвертиков тратим, но это не ерунда. Хе, готовы, ребята? С жопораздираловки. Я думаю, что да. Ох, сейчас будет бобо кому-то. Так, бросить вызов инквизитору, мне говорят, да? Так, Агилар, ты тут справишься? Оу, щит. Да ну нафиг, хорош. Ни один, что ли, не может противостоять? Так. Сложно. Очень сложно. Очень сложно. Блин, только Беатрис может, ребята, тут нам помочь. Да и то я не уверен. Ой. Поехали. Нифига нам нахлобучили. Оу, ребята. Это нет. Это не вариант. Просто не вариант. С двух ударов все хп забрал. Да куда? Тут надо не 550 мощи. Тут нужно все 650, судя по тому, как тут нас разбирают. Куда не сунься, ребята? Ой-ой-ой-ой. Я, конечно, попробую тут пробежать, но я сомневаюсь, что он пробежит. Пробежит. Агилар, давай, не подведи, родной. Ну. Фу. Ну ладно, здесь нам повезло. Что за музыка дурацкая? Труба дура еще какой-то. Попробуем? Получится? Нет. Только не упади, я тебя прошу. 49 процентов. Это мало. Давай. Минус о нем, чувачка. Здесь пробеги, пожалуйста, не падай. Ё-параса ты. Ну, Агиларушка. Так, дальше нам надо, наверное, вот сюда идти. Я пошел. Да ну. Ой, ё-моё. Мы не можем с вами больше... Сейчас все здоровье здесь растронжерим таким макаром. Че, еще выше, что ли, подниматься или куда? Точно, еще выше. Блин, тут нужен, ребята, офигенный акробатик. Ну, естественно, нам сказали, что это неприступная крепость. Ну, мы ее все-таки взяли. С горем пополам. Констанца, давай попробуем тобой здесь поиграть. Так, не упади только. Да чтоб тебе. Ну, как тут можно, ребят? Ну, я не знаю. Ну, нахлобучим этого охламона должны. Нормуль. Так. Фу, хоть здесь хорошо получилось. И что же у нас тут? Мы с вами забрались якобы на крышу. Ну, я так думаю, что нам надо вот сюда попасть. Нет? Я ошибаюсь? Так, Констанца, давай попробуем с тобой подхилиться и... Фу. Ну что же, придется нам распрощаться, ребята, с Беатрис. Придется, да. Делаем вот так вот вначале. Ну. Есть, родная. Ну, держись. Ну, пожалуйста. Ну, не падай, ё-моё. Всё. Давай вот так вот сделаем. И... Да будут они падать или нет-то в конце-то концов. Е! Ух, ребята, ну она всё-таки зажигает. Беатрис, наша родная. Так, давай сюда зайдём, вскроем сундук. 73% у неё как-никак. Да ладно, чтоб тебя! Это ещё не всё. Ё-о-о-о, барсатэ. Орданьес. Очень сложно, ребята. Очень сложно. Так, я думаю, что Беатрис должна... Интересно, успеет она сделать хотя бы удар, а? Как вы думаете? А, диалог будет сейчас ещё, наверное. Рамирес, ты попался! Проклятые ассасины, всё время путайтесь под ногами. Орданьес, задержи их, чтобы я смог сбежать. Они не должны помешать мне достать вторую часть посоха в Санта-Лусии. Ну, естественно, этот Ахламон. Да, мы даже удара не сделали, ребята! Я даже не успел. Ё-о-о-о, барсатэ. Ну, что, кто? Агилар? Ну, у нас всё равно нет выбора. Придётся Агилару делать. Ну-ка. Метнули? Чё-нибудь отняли за рулет? Вообще ничего не отняли, ребята. Слушайте, сейчас как звез... Судару! Вот так, да, ребята. Я боюсь сейчас... И тут мы тоже с вами отдуплимся. Или же нет? Да какого плешего? Ой-ой-ой-ой, ребята. Ну, вы видели, совсем чуть-чуть нам не хватило. В общем, знаете, что я вам скажу? Я прокачаю им уровень. Пускай они будут у меня 15 уровня все. И здесь мы просто всех порвём. Ну, по крайней мере, вы видели. Если бы чуть-чуть бы нам повезло бы, фортанулы бы, мы бы прошли бы сегодня бы десятую эту главу. Ну, что же. А на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И мы увидимся с вами в следующей серии по этой игре. Так что всем пока. И до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok